Дорогие друзья, всем большой привет! С вами канал Супер Отпуск на Дачи и Август. И у нас начали вызревать яблоки, что вполне ожидаемо. Но они не только зреют, друзья, они еще и в большом количестве падают. И вот такое количество падалицы мы только что набрали. Съесть, конечно, это все, друзья, просто невозможно. И вот такой богатый урожай яблок, а это только начало, он зачастую приносит не только радость от того, что ну вот, наконец-то будет много яблок. Уж мы наедимся, уж мы компотов назакрываемся, уж мы вареньев наваримся. Но все равно, если яблок много, всех бывает переработать просто невозможно. И многие попросту эти яблоки выбрасывают. Не буду от вас скрывать, раньше мы делали то же самое. Пока я не узнала, что из яблок можно делать очень полезную, вкусную, питательную подкормку для растений. Потому что яблоки очень полезны. Они содержат в себе огромное, вернее, большое количество макро- и микроэлементов. Хотя, вы знаете, можно даже сказать и огромное. Потому что что только у нас не содержат яблоки. Это и калий, и магний, и кальций, и железо, и йод, и молибден. И я просто не перечислю вам сейчас все элементы, которые содержатся в яблоках. А также, друзья, яблоки у нас содержат в себе огромное количество витамин. Это витамины группы А, Е, огромное количество витаминов группы В, В1, В3, В6, В9. Очень много витамин. И яблоки поэтому являются прекрасной органической подкормкой. Они улучшают качество почвы. И клетчатка, которую содержат яблоки, разлагаясь в земле, она становится у нас питательным элементом для различных микроорганизмов, которые, перерабатывая эту клетчатку, выделяют гумус. И земля опять-таки становится очень плодородной, рыхлой. И поэтому ни в коем случае, друзья, не выбрасывайте яблоки, падалицу. Если у вас такие яблоки есть, их можно использовать в качестве подкормки. И я давно это и с успехом делаю. И сегодня поделюсь с вами секретом, как я удобряю яблоками свои растения. Особенно, друзья, яблочную подкормку у нас любят все растения, которые у нас предпочитают кислые почвы. Потому что яблоки, они закисляют почву. Если, конечно, очень сильно и часто пользуются такими подкормками, то имейте в виду, почва может закислиться. И поэтому вместе с внесением такой яблочной подкормки можно также пользоваться и золой. Сверху посыпать золой. Тогда яблоки не будут так сильно закислять почву. Но, друзья, яблочная подкормка с удовольствием понравится гортензиям, понравится розам, понравится смородине, малине, клубнике. Ну и вот я еще раз говорю, буквально многим-многим-многим растениям, даже тем, которые, в общем-то, не очень сильно любят вот эту кислую почву, но для того, чтобы этой кислотности избежать, просто надо пользоваться дополнительной золой. Итак, давайте покажу, как я делаю удобрение из яблок. Друзья, я сегодня буду делать вместе с вами жидкое удобрение из яблок, так как оно самое быстродействующее, и его растения потребляют прям быстро. И оно очень быстро дает растению все свои питательные такие макро-микроэлементы и витамины. Ну и вот, друзья, я набрала вот такое количество яблок. Смотрите, для того, чтобы использовать яблоки в качестве подкормки, конечно же, можно и нужно использовать яблоки, которые упали, падали, но вот гнилые яблоки использовать все-таки не стоит, потому что неизвестно, по какой причине они сгнили, и вдруг яблоки ваши заражены каким-то грибком, либо еще чем-то. И вот такие яблоки с гнильцой, их лучше использовать для закладки в компостную кучу, в компостную яму. А все, что просто помято и вот просто так упало с дерева, вот вполне у нас подойдет на такую подкормочку. В том числе и зеленые яблоки, друзья, тоже можно использовать. У меня вот здесь в ведре яблоки не совсем созревшие, я их вот собирала, они такие опавшие, зеленые были, я бы не их выдерживала. Итак, друзья, что делаем? Берем яблоки и, ну вы знаете, чем мельче вы их порежете, тем быстрее ваши яблоки в дальнейшем забродят в воде, так как подкормка у нас будет жидкая. Но я сильно не мучаюсь, я режу на 4 части. Никакие сердцевинки, естественно, еще не вырезаю. Можно и просто пополам яблочки порезать. Если совсем нет времени, друзья, можно даже целиковые яблоки замочить. Но просто процесс брожения будет происходить значительно дольше. Итак, что мы делаем? Мы с вами режем яблоки. Ты тоже яблочко хочешь? На, скорей. На. Не стал. А зачем просил? Хороший парень. Сейчас мы с тобой накормим все наши растения. И они будут нас хорошо цвести, расти. И будем на них писать. Да? Ты будешь это делать, друг мой? Немножко старания. И мы нарезали яблоки. Яблок надо, друзья, от 1 третьей до 1 вторую части ведра. В принципе, это на ваше усмотрение. 1 третья? Хорошо, пусть будет 1 третья. 1 вторая часть яблок? Тоже неплохо. Что делаем дальше? А дальше, друзья, вот эти наши яблочки порезанные мы заливаем водой. Не заливайте до самого конца. Оставьте, чтобы яблокам было место для брожения. Яблоки будут бродить. И переносим наше ведро в солнечное место, оставляя его на солнышке на 2 недели. Обязательно оставьте, друзья, ваше ведро на солнце. Так оно быстрее и лучше. Ваши яблоки забродят. У нас вот была не очень солнечная погода. И моя подкормка, которую я сделала 2 недели назад, бродила, ну, достаточно долго. Мне кажется, она даже чуть-чуть побольше, чем 2 недели стоит. Что будет происходить за эти 2 недели? Друзья, яблоки начнут бродить. И будут не очень так это приятно и вкусно пахнет. Будет пахнуть это все кислятиной. Вот такая у нас подкормка получилась. Буян, отойди, пожалуйста. Я покажу подкормку, какую получилась. И потом пойдем с тобой подкармливать гортензии. Отойди, мой друг. В общем, друзья, что получилось? Ну, получилась у нас вот такая яблочная вода. Вот такая мутная, забродившая, кислая очень яблочная вода, которая очень пахнет кислым. Ну, вот какие-то яблоки прям сильно у нас разошлись в воде, какие-то не очень, потому что они были зеленые. Но подкормка моя созрела, так как стояла она на солнце больше 2 недель. Итак, друзья, что делаем дальше? Вот эту подкормку, вот этого ведра воды, одного нам хватит на целых 10 ведер воды, так как подкормка эта очень насыщенная. И для того, чтобы нам сейчас использовать эту подкормку для полива растений, нам надо брать литровую банку буквально и отмерять литр на 10 литров чистой воды. Будем разбавлять. Так же, как мы разбавляем, например, жидкий коровяк, который мы тоже настаиваем, либо жидкое какое-то зеленое удобрение, которое мы тоже настаиваем из сорняков. Вот то же самое, друзья, у нас и с яблоками. Итак, берем литровую банку, берем лейку, 8-10 литров, и пойдемте удобрять наши гортензии. Гортензии очень любят такую подкормку. И еще раз сказала, вот, например, розы очень любят. Можете клубнику полить, тоже будет очень ей хорошо. Ну, а теперь пойдем, друг мой. Пошли. Так, ну у меня леечка немножечко поменьше. Леечка у меня 8 литров. Друзья, в ней уже вода, поэтому и баночку я взяла немножко поменьше. Банка здесь на 700 граммов. Ну, я думаю, как раз нормально. Что делаем, друзья? Зачерпываю. Можно, кстати говоря, яблоки вынуть, и все это делать, перемешать. И вот такая у нас, посмотрите, какая подкормка. Можно ее и процедить тоже. Почему? Потому что, конечно, если поливать из лейки, и лейка у нас, да, будет вот с такими дырочками, то, конечно, будет у нас сейчас все это застревать. Но я сейчас уберу. У буяна прям очень нравятся эти запахи. Буяна не отходит, друзья. Ну, заквасилась, заквасилась как положено. Итак, добавляю банку. В вашем случае это литр вот такой подкормки, да, которая у нас забродила, на 10 литров чистой воды. Обязательно разбавляем, так как сама по себе она очень сильная. И после того, как тщательно мы все это перемешаем, друзья, поливаем куст, розы, гортензии, редодрендерна, азалии, любого растения. Ну, опять же, не забывайте, что перед подкормкой надо очень хорошо наш кустик увлажнить, то есть предварительно его полейте. Вот на такой большой куст гортензии, например, друзья, я использую все 10 литров. Ну, 8 в данном случае. 8 тоже подойдет. 8-10 литров. Еще раз говорю, предварительно выливаем на куст 1-2 лейки чистой воды, и потом уже увлажненную почву поливаем вот таким удобрением. Вы спросите, друзья, а что же делать вот с этими яблочками, да? Что же с ними делать? Их что, выбрасывать? Нет, ни в коем случае. Во-первых, их можно заложить в компостную кучу, вот эти яблоки, да, у нас, которые уже лежали в воде 2 недели. Либо, что мы можем делать? Мы можем также их и закопать в почву по ту же самую гортензию или азалию. Кстати говоря, можно также таким образом поступить и с яблоками, которые у нас в воде вообще не были. То есть вот просто берете яблоки, упавшие и не замачивая их в воде, режете там пополам, можете не резать, ну, порежете, быстрее разложится, и просто закапываете их по кругу под гортензию. Гортензии, например, или рододендронную, или азалию, или розе, это тоже очень понравилось. Вот давайте с вами сейчас часть яблочек вот этих и закопаем. Ну вот вы знаете, вот у меня, например, азалия, можно прикопать под азалию. Хотела под гортензию, но думаю, прикопаю под азалию, потому что вот в прошлом году азалию посадила, кстати говоря, хорошо, она мне в этом месте начала расти, я посадила ее в кислый торф, но вы знаете, вот азалия, например, под нее, почему я вот говорю, не буду прикапывать, сейчас просто разложу и сверху замульчирую, потому что у азалии, друзья, чтобы вы знали, и вообще у всех рододендронов и азалиев очень поверхностная корневая система, и вот подкапывать сюда лучше не надо. То же самое, кстати, касается и у нас гортензии. Лучше, что мы делаем, вот так вот взять и разложить. Вот так по кругу. и после этого просто замульчировать кислым торфом и сосновым опадом, например, или еловым, любым хвойным опадом, и это будет прекрасная подкормка для ваших азалий и роз, и в том числе гортензий. Ну, вот такая субстанция, вполне подходящая для мульчирования, вот прям вот так сверху яблочек. И яблоки сейчас побыстрее у нас будут переплевать, и подкормка будет замечательная. Ну, можно еще и торфом, кстати, кислым присыпать. Если есть кислый торф, прям торфу можете смело присыпать. Сейчас набегут черви, и все наши яблочки будут съедены, будет выделен гумус, почва обогатится, будет более рыхлый. А, кстати говоря, азалии, ридодендроны и гортензии у нас очень любят такую рыхловатую почву и кисловатую. И поэтому это прекрасная, друзья, подкормка яблоки прекрасная. Никогда не выбрасывайте в вашу падалицу. Если вы занимаетесь садом, если у вас много растений, вот таких декоративных, или каких-то ягодных кустарников, вот обязательно используйте яблоки в качестве вот такой подкормки. Ну и полить, конечно же, тоже можно. Так, набираем теплые водички из бочки. Все подкормки имеют, да, большее значение, если мы делаем с теплой водой. Не знаю, как сказала, но как-то сказала. Так, набираем. мешаем и поливаем. Но здесь у нас азалия не очень такая большая, поэтому можно использовать половину, одну треть вот этой леечки. Этого будет достаточно. Так, что у меня еще в этом цветничке, друзья? розы есть. Смотрите, роза почвопокровная. В прошлом году ее высаживала. Вот здесь она. Можем ее полить. У нас здесь влажная земля, все увлажняли. И, кстати говоря, вот у меня тут еще в том году высаживала, друзья, новую гортензию. Тоже можем вполне ее полить. Вот так. подкормка. Ну вот такая подкормка, друзья, из яблок. И, как вы видите, одного ведра яблок нам хватит на достаточно большое количество растений. Вернее, не ведра яблок, а ведра вот такой жидкой подкормки. А если уж вы ведро яблок наберете, то, соответственно, у вас будет два-три ведра жидкой подкормки. В итоге это хватит на огромное количество растений. И подкормка, как я уже сказала, это очень и очень питательно. Поэтому, друзья мои, не выбрасывайте, никогда не выбрасывайте яблоки. Радуйтесь, когда у вас много яблок. Ну, а все, что в конце концов мы не сможем переработать, да, вот в такую жидкую подкормку или просто разложить под растениями, всегда можно убрать в компост и будет у нас питательный, насыщенный компост. А вот это яблочко, кстати говоря, можно съесть. Поэтому падалица, она очень даже и хорошая. Вот гнилые, да, не стоит ложить, а есть вот такая падалица, очень-очень вкусная. Ну, вот такое, друзья, видео у нас сегодня получилось. Надеюсь, что оно было вам полезно, интересно. А я с вами прощаюсь. Желаю вам солнца и хорошего настроения. Пока-пока, друзья. Буян тоже яблоки любит, друзья. Хороший парень. Да, я тоже люблю витаминки. Кто же их не любит?